Современное развитие цивилизации на Земле связано с активным взаимодействием разных стран и континентов в процессе обмена ресурсами. В этой связи остро стоит проблема качественных коммуникаций. Наша страна имеет крупную сеть железных дорог, играющих важную роль в организации грузового потока. Во всем мире сталкиваются с проблемой защиты железнодорожного полотна от постоянного воздействия внешней среды. Учитывая то, что развитие железнодорожного транспорта, его подвижного состава за прошедшие два века сделало гигантский скачок, на порядок увеличились его возможности, скорость движения и повысилась интенсивность эксплуатации дороги, требования к качественному состоянию железнодорожного полотна возросло многократно. Основная эксплуатационная проблема железных дорог, проложенных в районах суровыми зимами, это деформация земляного полотна от сил морозного пучения. В холодное время года в теле насыпи, насыщенном водой, при промерзании образуются ледяные линзы, которые неравномерно приподнимают балластную призму и путевую решетку, вызывая первые деформации железнодорожного полотна. С наступлением теплого времени года ледяные линзы внутри грунта оттаивают, превращаясь вновь в воду, и эта влага сильно влияет на прочностные характеристики грунтов. Происходит разжижение и осадка несущих слоев насыпи. На протяжении нескольких сезонов холодного и теплого периодов, на структуру железнодорожного полотна оказывается многократное воздействие неравномерного подъема опускания, и вырабатывается так называемый ходячий зазор, что влечет за собой частичную деформацию рельсоспальной решетки, и как следствие ухудшается характеристика надежности безопасности движения. Учитывая тот факт, что для наибольшей эффективности эксплуатации дорог в нашей стране оптимальная скорость движения состава может достигать 120-140 км в час, требования к обеспечению устойчивой и безопасной работы полотна существенно возрастают. В условиях же промерзающих грунтов безопасность движения без постоянной планово-предупредительной выправки и ремонта пути может достигаться только значительным снижением скорости прохождения подвижного состава. Учитывая данные обстоятельства, Министерство путей сообщения России активно разрабатывало различные методы борьбы с этой проблемой, и в последние годы активно исследовало наиболее эффективные современные способы предохранения железнодорожного полотна от морозного пучения. Были изучены результаты технологических решений, применяемые ранее в Российской Федерации, а также современный опыт наших соседей – Норвегии, Швеции, Австрии, Германии. В технологии поддержания постоянного безопасного качества железнодорожного полотна существуют различные способы. Первый. Это может быть полная замена грунта на проблемных участках пучинистых грунтов. Для этого требуется его разработка, вывозка и замена на качественные крупно- и среднезернистые пески. При производстве работ необходимо дополнительное укрепление откосов щитами для ликвидации осыпи. Кроме этого, необходимо вводить во временную эксплуатацию второй путь на период реконструкции. Или использовать большое количество транспортных средств для вывоза старого грунта, что уже само по себе значительно увеличивает затраты на реконструкцию земляного полотна. Второе. Это может быть создание морозозащитного слоя из теплоизоляционных материалов. В качестве теплозащитного слоя ранее использовался пенополистирол и асбестовый щебень. Но опыт показал недостаточную прочность и долговечность этих материалов. В настоящее время одним из вариантов усиления основной площадки земляного полотна по схеме эффективность равна затраты плюс технологичность плюс долговечность был выбран метод устройства защитного слоя из экструзионного пенополистирола. Этот метод реконструкции железнодорожных путей в испытаниях МПС занял особое место по основным показаниям и был признан как наиболее эффективный в неблагоприятных условиях при затрудненном поверхностном водоотводе и в зонах повышенных силовых воздействий. При производстве работ применяются специальные путевые ремонтные машины типа РМ-80 или Самсон, которые позволяют Первое. Работать на путях с использованием 6-8-часовых окон в движении поездов. Второе. Выемку, очистку и укладку щебня производить практически одновременно и без остановок. Третье. Укладку изолирующих плит производить параллельно с заменой щебеночного балласта, что несомненно говорит о высокой производительности данного метода. Положительный опыт проведения работ по этой технологии с применением самых современных иностранных материалов был изучен МПС в течение трех лет при реконструкции Октябрьской железной дороги, что позволило рекомендовать его и для применения остальным железным дорогам. В качестве изоляционного материала при реконструкции полотна был применен новый высокоэффективный отечественный материал Пеноплекс. Пенополистирол, получаемый методом экструзии. Выпуск этого материала освоен на заводе Пеноплекс, где в июне 98-го года была установлена высокотехнологичная линия итальянской фирмы ЛМП «Импианти». По основным характеристикам плиты Пеноплекс не уступают зарубежным аналогам, а по цене значительно ниже их. Кроме этого, Пеноплекс по основным параметрам превосходит все другие виды утеплителей. Способность плит Пеноплекс препятствовать повреждению земляного полотна обустроена такими их качествами, как отсутствие водопоглощения и, соответственно, большая морозоустойчивость, высокая прочность на сжатие и изгиб, устойчивость к динамическим воздействиям, стойкость к гниению. Особенно эффективно использование плит Пеноплекс 45 для изоляции в жестких климатических условиях и в районах с вечной мерзлотой. Если обратить внимание на таблицу, можно убедиться, что характеристики плит марки Пеноплекс 45 соответствуют всем требованиям МПС, предъявляемым к теплоизоляционным плитам. Прочность на сжатие при 5-процентной линейной деформации. Деформативность под многократно приложенной динамической нагрузкой. Водопоглощение по объему за 24 часа. Коэффициент теплопроводности во влажном состоянии. Оптимальное сочетание цены и качества дало основание МПС России после сертификационных испытаний рекомендовать изолирующий материал Пеноплекс 45 в качестве основного при усилении и капитальном ремонте железных дорог страны. Повреждение полотна железной дороги возникает из-за проникновения и замерзания воды в холодовоспринимаемых слоях несущих грунтов. Будучи уложенными на глубине не менее 0,4 метра, теплоизоляционные плиты в дождливый осенний период предотвращают накопление воды в несущих слоях насыпи. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических условий, глубины расположения уровня грунтовых вод, состояния водоотводных сооружений и определяется теплотехническим расчетом. Применение плит Пеноплекс качественно меняет процесс промерзания земляного полотна. На дорогах без теплоизоляционных слоев грунты под насыпью промерзают на большую глубину по сравнению с обочинами. Это вызывает в зимний период миграцию влаги в грунтах от обочин к земляному полотну с водонакоплением в теле насыпи, что увеличивает морозное пучение. На участках с теплоизоляционными слоями глубина промерзания под обочинами больше, чем под полотном, что вызывает миграцию влаги в сторону обочин с осушением грунта насыпи. Вследствие этого уменьшается глубина промерзания, а тем самым и его пучение. В весенний период происходит незначительная усадка грунта, его доуплотнение, там, где применен теплоизоляционный материал, и не происходит разжижение грунтов и их осадка. При производстве работ применяется специальная ремонтно-строительная техника, которая позволяет делать реконструкцию пути без съема рельсошпальной решетки. После выемки щебня изоляционные плиты укладываются на определенную глубину, в определенном порядке и конфигурации на разных зонах перехода. После укладки плиты засыпаются чистым щебнем. Таким образом, применение специализированной техники при реконструкции полотна позволяет максимально использовать рабочий график движения поездов, работая в окнах движения. На основании вышеизложенного можно сделать вывод. Высокоэффективный изолирующий материал, экструзионный пенополистирол марки Пеноплекс-45, производство завода Пеноплекс, расположенного в городе Кириши, Ленинградской области, позволяет добиться хороших показателей защиты земляного полотна от климатологических воздействий, тем самым увеличивая эксплуатационную безопасность и долговечность железных дорог страны. Субтитры создавал DimaTorzok